здравствуйте дорогие друзья мое имя анастасия карпенко я оперная певица и художница и сегодня мы поговорим на такую тему точнее вопрос как начать рисовать прежде всего если вы захотели в это делаете меньше подготавливаться и больше переходить к действию это правда очень важно потому что можно в этих подготовках надолго застрять чем раньше вы возьмете карандаш в руку и начнете что-то моливать или там кисточку тем быстрее вы придете к какому-то результату очень важно найти время как известно количество переходит в качество так везде и фортепиано в музыке в какую-либо другую деятельность правда то же самое и в нашем написании картин нам очень важно овладеть навыкам вот этим вот художественным алфавитом чтобы ясно и свободно высказывать свою точку зрения в искусстве когда вы нашли время каждый день хотя бы полчаса на себя на свою мечту на то что вы хотите сделать вы можете найти какой-то youtube канал с педагогом который вам симпатичен который интересно подают информацию в том ритме который вам нравится тем языком который вам нравится книги вам понадобятся какие-то материалы без них не обойтись вам нужно наблюдать как другие художники это делают за процессом вам нужно за этим наблюдать как можно больше вы начинаете работать чем-то абсолютно простым и примитивным даже если вы уже неплохо рисуете от природы если у вас хороший глазомер вы берете что-то простое какие-то обычные предметы обычные линии потихонечку разрастаетесь как ядро это ваше ядро это ваша основа потихонечку вы зайдете в разные сферы деятельности художественной и в архитектуру и в портрет почему бы нет это делают все профессиональные художники в какой-то момент мы подпитываемся и в принципе это необходимость образование такая если ты хочешь быть универсальным хотя если вы сужаетесь и делаете что-то гениально например рисуйте цветы но вы углубляетесь и они великолепны почему бы нет углубляетесь до следующем пункт мы посещаем обязательно музеи выставки из этого никуда нам нужна рассмотренность на нам нужен художественный вкус воспитанный и как говорится быть в тренде через вот это вот накопительство вы свою индивидуальность найдете вам нужно знать какие есть в принципе пути в этом мире для развития тоже чтобы не застрять в чем-то банальном в чем-то дешевом есть тоже такое понятие как дешевое искусство вы можете быть великолепным рисовальщиком но почему-то искусство не будет идти далеко нужно чувствовать этот запах знать вот в какую сторону сейчас все идет и что посчитают безвкусным а чтоб посчитают вкусным правда и следующий момент это мотивации и вдохновение у нас нет каждый день вдохновения нет это что-то вроде привычки то же самое даст со спортзалом что например мотивировало меня это создание художественной страницы картины на заказ я нарисовала аж одну картину маслом которая сразу продалась и решила создать страницу не посыпались заказов каждую неделю по три штуки потому что цена была дешевая цена была практически никакая но на этих заказах я настолько выросла потому что были разные запросы от разных клиентов опять-таки ты учишься и с людьми общаться что тоже очень важно для художника мы социальные куда вот как ни крути какие мы интроверты и как бы нам не хотелось бы замкнуться без людей мы нам нечего кушать поэтому нам приходится вот вот так приходится ходить на все всякие мероприятия общаться знакомиться и рассказывать о себе очень важно иметь эту храбрость заявить о себе шикарных талантливых людей которые об этом никому не сообщают и вообще рисуют стол для себя это прекрасно как какая-то терапия но есть момент того что можно на этом зарабатывать деньги и почему бы нет почему бы себя не мотивировать заработком деньгами это приятно даже за какую-то мелочь приятен сам спрос того что ваше искусство кому-то интересно и необходимо я надеюсь что сегодняшнее видео было полезно и как-то вас вдохновит и мотивирует действовать прямо сейчас взять карандаш и рисовать то что вы видите какую-то книжку какой-то телефон свет воду что-то должно быть что сцепляет опять-таки проанализируйте вашу фотопленку на телефоне что вы любите фотографировать как правило это что-то что у вас есть внутри и что может вам хорошо отозваться в искусстве если вам это было интересно и полезно не забудьте поставить лайки мне очень приятно и подписаться на мой канал это только начало и я сейчас продолжаю снимать видео которые буду выставлять порционно до следующего раза прекрасного творческого вечера вы не знаете как далеко это зайдет как далеко разрастется ваших он берет не всего даже больше людей знает благодаря именно именно картинам они пению почему-то оперных певцов даже если ты паешь какой-то концерт с огромной публикой это несколько тысяч человек тебя мало запоминает редко посмотрит там имя нужно быть действительно каким-то выдающимся или иметь такую выдающуюся публику которая хочет тебе запомнить слышите шум море виды и молчат я на отдыхе и волны ласкают мне в улице и и